Сейчас заработок в YouTube низкий. Вруну надо иметь хорошую память, чтобы помнить, что врал, кому, когда. То орет, что денег у него валом, он может дома на всей улице купить в Коломые. Вообще для него не проблема. То квартиру, говорит, я хоть сейчас могу купить матери в Днепре, вот в любом месте, не задумываясь. То плачется, что заработок маленький. А зрители его не понимают, что у него тяжелые голодные будни наступили вместо вечного праздника, к которому он так привык, когда вот еще матушка щедрая душа кормила его, слали донаты, слали посылки, вещи. А это хорошее было подспорье. Ему присылали продукты, которые частично он использовал. Ему присылали вещи, которые он носил, на которые не приходилось тратиться. Сейчас вот в это время сказать человеку, тебе пришлют все необходимое, и даже сверх того, с избытком у тебя будет. Человек, естественно, осознает, ого, сейчас-то какие цены на все, про все. Это же понятно, что дорого. И он это понимает, на какую сумму наторговали. Ведь большая часть, вот он смеется, везде написана щедрая душа, да-да-да-да-да. Так многое было прислано как раз-таки оттуда, да. И вот сейчас вот он все это продал. Раньше, кстати, он не жаловался, он не плакался, что у него тяжелая жизнь. Об этом вообще речи ведь не шло. Он не продавал ничего из посылок. Он дарил или выбрасывал. У него денег бы от куры не клевали, в буквальном, в буквальном смысле, деньги куры не клевали. И ладно, не понимают русские, но и свои его не поддерживают. Вот так же, кстати, было, и когда весь август он мотался по вот этим озерам. Пел песни, танцевал, жарил шашлыки, пивко распивал, коктейли всякие. Ему свои же писали. Кто-то просил, кто-то достаточно резко выражался, что у нас в семье горе. Мы отправили там одного, второго, третьего. Кого-то потеряли уже. Горе в семье, горе в стране. Веди себя прилично, хотя бы из уважения к тому, что наши погибли за то, чтобы ты жил спокойно. Не выставляй свое благополучие на показ, не делай этого. Людям неприятно было на это все смотреть. А что он делал в это время? Он всех посылал. Вот точно так же, как сейчас. Он всех посылал на три веселых буквы. И своих, и чужих. Все шли в одном направлении. ТВ-шка тоже, знаете, как будто на другой планете живет. Такое ощущение, что ее вообще это все не касается. Вот она сидит дома в каком-то своем мире. Она ничего не слышит. Телевизор, какие-то новости она не смотрит. Она смотрит фильм. Для нее ничего не поменялось. Она даже лучше стала жить. Вот уже красная рыба пошла огромными кусками. По полкило икры покупается. Наоборот, для нее наступили, понимаете, кайфовые такие дни. Суперские просто. И она думает, что жизнь прекрасна и удивительна. Чего все вокруг бегают? О чем вообще люди вокруг говорят, что в стране что-то не то? Да все же прекрасно, все же замечательно. Она планирует отмечать юбилей. А что тут осталось? Два месяца пора напрячь детей. Нет, не детей даже, одного ребенка. Пусть начинает уже как-то подготавливаться. Я понимаю, когда дети маленькие, там чего-то хотят. Какой-то праздник, что-то ждут. Но вот когда в таком возрасте, я честно не замечала, чтобы кто-то вот так вот выпрашивал, особенно в данное время, в сложившейся ситуации. Что ты, Севка, там думаешь себе? Как отмечать будем? Юбилей мне. Это ж не просто дата. Мне ж не 73 года. И не 74. Можно было бы не отмечать. Мне 75 будет. Надо понимать. Присосалась капитально. Она упирается вот конкретно только в него. И она даже думать не хочет, что вот эта вот лафа для нее может когда-то закончиться. Ира тоже живет не бедно. Но вот она к ней, она даже не подумает и обратится с таким вопросом. Даже мысль не придет. Севка говорит, а что ты у Иры не просишь? Ну ладно, Эдика здесь нет. А у Иры? Она скажет, что там... Что-то я уже не помню. Что она сказала? Да жить надо. А, нет. Она скажет, с кем ты живешь? Вот у того и спрашивает. Да нет, Ира так не скажет. Это было бы... Она может подумать, скажет, что ты ко мне привязалась? Ты с Севкой живешь, у него и спрашивай. Подумать может. Но сказать, конечно, Ира так в нахалку не скажет. Потому что у Севки возникнет сразу куча вопросов. Ты что, подруга? Совсем что ли? Я понимаю, что скинули, так сказать, всю ответственность. Вернее, он сам забрал у них это все. Эту ответственность. Но подумать, да, подсуетиться. Давай посуетись. ТВ-шка прекрасно знает, что для нее Ира не потратится. Ира палец о палец не ударит. Максимум, что ей светило бы, если бы она жила рядом с Ирой, это вот, ну, какие-нибудь носочки, домашний халатик, пижамка на крайняк. Пришли бы Карина, Диана, отхэппи-бездили в кругу семьи, капусточки бы ее любимой натушили бы. И все. И на этом бы все закончилось. Ну, сколько нужно бабке, по большому счету, в 75 лет? Ну, что ей еще нужно? В молодости надо было банкеты самой себе закатывать, устраивать такие дни рождения, приглашать столько людей и туда, куда хотелось бы. А не сейчас. Требовать, чтобы это кто-то и организовал. Чужими руками жар гребет. Севка говорит, ну, думай, думай, где ты будешь, как ты хочешь в ресторан? Давай, заплати сама за свои хотелки. У тебя же деньги есть. О, так оно ж не 10 гривен с человека стоит. Ну, так хочешь же. Хочешь. Те деньги, которые она наторговала, у нее теперь их клещами не вырвешь. Она же говорит, у меня были немножко вот в гривнах, но они заканчиваются. Доллары же я не буду менять. Все. Это ж НЗ у нее. На смерть она копит. А по факту она просто копит для себя. Мало ли. Вдруг завтра светлый день закончится. Севка часто говорит, а вдруг со мной что случится? Ну, вот у нее на какое-то время будет чем перехватиться. Ну, или с надеждой как-то это все переправить Эдику. И вот тогда она не станет хранить себе на гроб с крышечкой. Скажет, как-нибудь-то поховают. И мне уже будет все равно, открытые ноги или закрытые. Севка говорит, мама, а давай на игре не отметим. О, вскривила. Не в восторге она вообще от этого. Не хочет? Конечно, представляете, размах в кафе. Дома это, как вот, знаете, по старинке для нее. Она ж хочет по-современному, чтоб людей побольше. А сколько там можно пригласить, Севка? Если у тебя в квартире, так ведь места нет. Она ж собирается, ого-го, понимаете, размах. Королева-мать сядет во главе стола. И вот оно, понимаете, какая толпа людей собралась. И она, главная самая, виновница торжества. Ну, на игре не говорит, давай, там места много. Но в ресторане Севка говорит, я не хочу. Хочет в ресторане? Может настоять, да. Бери тогда деньги, иди, скажи, вот, найди мне хороший ресторан, все там закажи, и будем отмечать. От Игрени ТВ-шка не в восторге. Я что-то там не хочу. Конечно, не хочу. Там же тогда все будут присутствовать. А она вряд ли собиралась их всех прямо от первого до последнего человека звать. Но, раз видит, что Севка настаивает именно для Игрени, много готовить не надо. Конечно, не надо. Вот чтобы им хоть какая-то маломальская крошка осталась, она ж этого не допустит. Ее жадность ей не позволит. Человек не слон, чтобы много есть. Это сказал человек, жрущий больше, чем семья слонов из пяти штук. Она говорит о том, что много не есть. Честно, даже смешно. На следующий день она еще собралась туда идти доедать. Представляете? Это она посмотрит, если там что-то, ну, останется, она еще на второй день пойдет. Юбилей, не свадьба. Вот почему ей никто не сказал. На второй день не ходят. Молодец, да? Когда плохая память. Где позатракал, туда и ужинать иду. Повар нужен такой, чтобы соображал, сколько нужно приготовить. Вот чтобы в тютелька в тютельку получилось. Отдоели до последней крошки на второй день? Баба Таня тарелки вылежит, как кошка, и домой. Вот все. Вот тогда прекрасно получится. Все идеально, так, как она задумала. Я вчера посмотрела фильм, мне посоветовали, жила-была девочка. И вот там как раз-таки блокада Ленинграда уже началась, и девочки между собой разговаривали. Одна пирожных речь заводит, вторая постарше говорит, что сейчас война, сейчас нет пирожных, хлеба досыта не было. А эти торгуют, покупают, юбилеи отмечают, на природе отдыхают и дерзко с вызовом отвечают на вопросы в комментах о положении в их стране, их гулянках, а потому что у людей не вяжется. Вот я живу в другой стране, я смотрю, как они живут, и я не понимаю, что происходит. У Иры в городе по кафешкам ходят, маникюры, туфлик для каких-то стриптистанцев покупают, для чего там. Понимаете? Там маленькие девочки сидят и говорят, какие пирожные, хлеба досыта нет. Не о пирожных сейчас речь. Нету их сейчас пирожных. А у этих все есть. У севки в городе тоже. По ресторанам гулят, отдыхают, веселятся, нерождение, вот Новый год собираются отмечать. И еще говорят, а что нам теперь, плакать что ли? А что нам теперь делать? А я вот этот фильм смотрела, там люди с голода падали. Падали и умирали. Вот у этой девочки мама так и умерла. Вот так это происходит. И в то же время вот эти же самые люди проклинают других за тяжелые условия сейчас в их жизни. А где эти тяжелые условия у них? Они показывают свою жизнь, севка машины покупает, мотается просто из одной части страны в другую. Он устал, ему нужно развеяться. Вы можете представить, чтобы вот в то время люди просто, знаешь, я устал, поеду-ка я, прогуляюсь немножко на недельку, отдохну. что происходит? Что там происходит? Показывают совсем другое. Говорят об одном, об ужасах, что все плохо, но показывают, что все прекрасно. Есть деньги, квартиры покупать, все окей у людей, понимаете? Ничего не потеряли, все шикарно. Вот это у меня в голове не укладывается. 24 минута. Буду делить на две части, конечно, этот обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Спасибо тем, кто проявляет активность на канале, подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. Всем пока!